Девчонки, всем привет! Всем привет, девчонки! Сегодня у нас будет интересный эфир с Ксюшей-бизажистом. Мы будем делать прическу. Я думаю, вы видели в моем сторис. Я рассказывала, что мы будем делать сегодня. Поэтому я, как и просила Ксюше, помыла волосы. Ничего больше с ними делать не стала. Высушила. Вот они, в принципе, такие, какие есть. Они раньше были кудрявыми. Я раньше была вообще как пудель кудрявая. Уже они сейчас не кудрявые. Они не прямые. Они вот такие пушистые и совершенно непонятной структуры. Сегодня мы будем делать с Ксюшей пучок. Она будет рассказывать, как. Жду, когда она присоединится. Сейчас я ее, когда увижу. Я приготовила все, что она сказала. Разные шпильки. Неведеньки. Резиночки. Она сказала, что можно даже приготовить резинку. Как бы вот такой вот от денег. У меня вот это очень жесткое. Это, наоборот, растянутая. В общем, посмотрим, что пригодится. Волосы я не крашу. Расческа. У меня здесь греется на всякий случай утюг. Я никогда не делала такую прическу. И я знаю, что сейчас очень модный пучок. И мы будем учиться его делать. Так, Ксюшу пока не вижу. Вот. Если у вас есть все это под рукой. Вот такая еще расчесочка я взяла. И лак. Это все, что просила делать Ксюша. Все, что она просила взять. Вот. Если у вас все это есть под рукой. Берите. Будем учиться вместе. Потому что, кроме как обычного пучка. Вот так вот я могу даже руками его заделать. Замотать. И он у меня держится. Красивые прически, штучки я делать не умею. Вот. Я могу так ходить. В принципе, могу еще заделать шпильками, чтобы он держался. Не совершенно обычный. Но пучки сейчас есть модные, прикольные. И мы будем учиться их делать. Я тоже хочу пучок. Да. Так что доставайте свои шпильки, невидимки, резиночки. И будем учиться вместе. Вот. У Ксюши очень красиво получаются прически. И очень красивые макияжи. Она меня собирает всегда, когда мне нужно. Какую-то важную встречу или фотосессию. Вот. Так что я полностью ей доверяю. То, что она делает со мной. Но я никогда не делала прически сама. Максимум, что я могу, это просто вытянуть волосы утюгом. Чтобы они были прямые. Могу их разделить на пробор. Будет запись, конечно. Вас плохо видно. Блин. Мне вроде кажется... Обязательно буду учиться. Хожу всю жизнь с хвостом. Да, я тоже с хвостом хожу все время. Но я делаю пучок со шпильками, с обычными. Самый обычный пучок. Не знаю. У меня вроде полный интернет. Я себя хорошо вижу. Расскажите. Если что-то не так, я буду как-то пробовать в другую сторону повернуться. Вроде свет здесь хороший такой сегодня. Так что мы ждем Ксюшу. Еще очень здорово она делает макияж. Очень красивые делает стрелки. Очень красивые делает смоки айс. Марина такая красивая. Девчонки, да я вообще не накрашена, не грамма. Я сегодня вообще в таком цветноте. Вот только голову помыла. И то я как бы вот так вот не хожу. Я обычно вытягиваю волосы. Что-то виснет. Много света. Лицо размыто. Плохо. Блин. Сейчас я по... Плохое, нерезкое изображение. Так. Давайте попробуем вот в эту сторону, может быть, повернуться. Так. А если вот так? Я даже не знаю. Вот, мне кажется. Мне кажется. А вот так? А тут вообще напротив лампы. Мне кажется, так еще хуже. Вот так смотрите, если... Как? Жду ваших... Так, Ксюш. Всем привет. Не могла подключить. У меня что-то такое. Ксюш, привет. Да, привет. Слышно меня даже... А тебе как меня видно? Мне хорошо. Нормально? Да. Я... Блин, я отключила уже Wi-Fi. Будет 3G. Может быть, так будет лучше видно. Я не знаю. Девчонки говорят, что размыто. Ага. Так. Ну, хорошо. Всех рада видеть. Наконец-то я не могла долго подключиться. Как-то у меня сборы какие-то были. Ой, как здорово. Как у вас всех много. Слушай, я приготовила, короче, шпильки. Невидимки. Я включила, на всякий случай, утюг. Правильно, я тоже. Я взяла резинки. Вот такую вот, как ты сказала, для денег. Вот такую вот очень, ну, тугую. И вот такую вот растянутую. Она же по-моему не лопнула. Да, нормально. Короче, я взяла еще вот такую расческу и лак. Верно. И, ну, вот эту вот. Мазда, ну, как бы, да. Так. Ну, Тюш, ну, послушай, я вообще не лучшая модель. У меня ведь руки-то, ну, ты знаешь, не особо вставлены. Я хочу сказать, так у многих, на самом деле. И, как бы, многие не могут управлять своими волосами. Это, наверное, основная проблема. Хотя мне раньше всегда думали, да что ж такое пучок-то собрать? Ну, что ты не можешь это сделать? Ну, это, на самом деле, элемент. Нет, на самом деле, просто когда мастера делают, у них руки поставлены. И для них это, ну, как бы, как зубы почистить, да. А люди, обыватели, которые просто смотрят на это все со стороны, они, конечно, не чувствуют. Не чувствуют форму лица, не чувствуют форму, ощущение своих волос и качества. И это очень важно. И вот я хочу, прежде чем начнем делать прическу, немножко рассказать о том, что прежде чем вообще что-либо делать со своей головой, нужно самое главное, хорошо, чтобы волосы. Я об этом всегда говорю, что мы не работаем с горячими приборами, если волосы сырые, влажные, упорные головой. Это очень важно, потому что мы реально их спалим. Это, во-первых. Во-вторых, всегда мы, прежде чем мы его сушим на термозащитных средствах, я всегда сушу. Я люблю этот бренд, он, когда нет, к сожалению, на Кипре, но 051, я постоянно не говорю, это продукт, который, если его вдруг не будет на рынке, я буду плакать. Вот как бы так, на самом деле, я его люблю. То есть он незаменимый, это эко-продукт, он очень подходит для тех, у кого аллергия на какие-то средства все. Он уплотняет волосы, добавляет блеска и делает объемы торга. Можно пользоваться на влажные волосы, на сухие волосы. И вот я всегда на него обычно сушу. Просто когда на продукт сушишь, проникновение в волос, он лучше, нежели, предположим, когда ты на сухой обрабатываешь. Просто бывают такие волосы, которые не берут ничего, ничего не крутится, вернее, на сухой не накручиваются, и вот именно с такими волосами им нужно просушивать на влажные волосы уже какие-то средства. Тогда проникновение будет хорошее. И вот я посушила, поэтому я уже не буду им предварительно обрабатывать, если вдруг мы там что-то сейчас у лица сделаем по-чугому. А вообще всем рекомендую всегда иметь защитное средство термо. И я сегодня раз пост на эту тему писала по поводу защиты волос в летнее время. И немножко упомянула о том, что если вы ходите в салон, и мастер не пользуется термозащитным средством, значит, приобретите свое и говорите, пожалуйста, обработайте волосы. Ни в коем случае. И вот чихать нужно на то, что кто-то что-то подумает. Вот это дороже здоровья ваших волос, это 100%. Поэтому мы, когда волосы подготовили, мы уже подсушены. Можем уже приступать в прическе, но я пух, как обычно. Это просто посушило. У меня пудряло. У меня тоже такая структура очень странная. Рыхлая. Если можно, да, и так тоже сказать. Так, хочется спросить, какой пучок мы будем делать. В принципе, теоретически мы можем, я могу разобрать и показать вам и высокий, и низкий пучок. Но, может быть, мы определимся, с которого мы начнем, или какой больше интересен. Может быть, девчонки напишут нам быстренько, сориентируют нас. Слушай, ты думаешь, что мы сможем и тот, и тот? Давай посмотрим, как пойдет дело. Я бы начала, наверное, с высокого. Да, вот тоже. С высокого? С высокого? Да. Да. Я сейчас подниму, у меня плохо. Слушай, а у тебя такое эхо, правда? У тебя нормально все со звуком? У тебя эхо прям идет такое хорошее. А если бы я показала, где я сижу, это у меня просто огромный зал, почти конференционный. У нас такая гостиная. Плохо слышно из-за этого, да? Эхо прям такое очень идет. Да. Ну, к сожалению. Ну, как бы слышно хорошо, но такое эхо отдает. Ну, давай попробуем, давай попробуем начать. Высокий, да, все девчонки за высокий пучок. Хорошо. Для начала, девчонки, что я делаю? Я отделяю часть волос спереди расческой. Смотрите, я делаю расческой плоской с хвостиком. Конечно, это удобно. Расческа, потому что мы вот так вот делаем ряд, и сразу отделяется ряд. Да, какой нам нужен. И я часть волос оставлю у лица. Его можно закрутить и подколоть там невидимкой, условно. Да, можно расческой. Ну, не расческой, а заколкой. Подожди, ты какую-то маленькую прядь взяла совсем? А я большую? Чуть-чуть наклони голову. Можешь чуть-чуть убрать, поменьше. Я, конечно, могу побольше, да, взять, чтобы не одно было счет. Работаем слегку, девочки. Ну, ты ставки делаешь, то тут у многих руки не с той стороны. Да, поэтому мы будем с остановочками это делать. Я сама себя плохо тоже вижу. Так, вот так нормально у меня смотрит? Да, шикарно. А Локтюша, которая делает свой не может. Ой, мне кажется, я очень круто начала. У меня такой пробор ровный. Да, 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 отлично, да, отлично. Так. Так, и это убираем. Просто оставляем, так скажем, в свободном плавании. Мы это будем убирать в конце, после того, как уберем все волосы. Так, сейчас. А, вот это просто закручиваем, да, такое? Да, я закручиваю, убирая какой-то вот прищепочкой. Конечно, это не супер волшебный вид, сейчас будет, но это нам не будет начать. Так. Теперь мы просто берем все волосы. Я заранее приготовлю резинку. Девчонки, смотрите, на самом деле, кому как удобно. Мне кажется, я даже так, мне уже так даже нравится. Ну, какие-то просто стильные уточки. Короче. Так, я беру вот эту резинку для денег. На самом деле, вы можете использовать обычную резинку, тугую, которая вам удобна, которая будет держать вас по шкву. Но я просто покажу, именно, чтобы вы понимали, как работать. То есть я беру невидимку, надеваю на один конец. Подожди, это невидимка, да, у тебя? Да, это невидимочка. Так. Угу. Конструкция. Так, и с другой стороны то же самое. Смотри, у меня стукало. А, с другой стороны? Да. Угу. Так, стоп. Ты какую резинку сделала? Для денежек берем, для денежек. А ты говоришь, чтобы она хорошо держала. А, нет, это просто обычным способом завязывать. А именно для денег, которые тянется, она такая длинненькая, мы делаем с невидимками. А-а-а. Потому что мы сейчас будем делать обороты, и какой-то резинки не хватит. Так, все. Мы приготовили конструкцию эту и положили на стол. Далее берем наш... Угу. Угу. Так. Сейчас я хочу повернуть в другую сторону, чтобы не было видно на фон, потому что я думала, другой почему. Так, и зачесываем наверх. Смотрите, здесь нужно самое главное. Угу. Сейчас я посмотрю. У-у-у. Ну ты тут как бы хорошо вычеркал. У тебя профессиональный такой. Да, я как-то неожиданно для себя. Я уже пересматриваю насчет кривых рук. Да, это все нормально. Я просто на самом деле себя не очень хорошо вижу. Вот. И это начинает наверх поднимать. Вот здесь нужно помнить, девчонки, что мы высоту делаем такую, отталкиваясь от того, где мы хотим, чтобы наш пучок располагался. Если мы хотим, чтобы в нормальном положении он был виден, то мы должны выше его поднять. Потому что мы сделаем хвост, он будет вот так торчать. Конечно, лучше повыше. Конечно, это манее. Я могу так сказать. Поэтому мы снимаем и вот расческой зачесываем, массажкой вашей, которую удобно. Мы будем использовать резинку, которая вот для такую, да, я могу взять? Для ручка. Да. Для хвоста. Да, мы можем ее использовать, а можем конструкцию, которую мы сделали. Ой, я с ней не справлюсь точно. Хорошо, я буду на ней показывать. Тогда ты спрашиваешь обычную. Смотрите, девчонки, еще такой момент. Если у вас объем волос, в принципе, позволяет просто расчесать, имеется в виду, и тогда вы не будете выглядеть как голова, тактики привязывать, понимаете, о чем я говорю, когда объема не хватает, когда вот вообще корня объема нет, тогда мы спокойно зачесываем. У кого очень мало волос, чтобы этого эффекта не было, тогда просто нам нужно предварительно еще на объем, да, сделать пудру прикорневую. Какую-то, такая, как пудрочка, знаете, она объем для этого корня. А вот здесь не должно быть разве зализано прям вот зализано? Это на самом деле вопрос желания. Мы можем вообще-то залезать настолько, что прям зализано, но это не всем идет. Я вообще всегда считаю, что любую прическу нужно адаптировать под свою внешность. Смотри, тебе будет хорошо. Портализовать. Вот. Адаптироваться под внешность. У кого-то, к примеру, ушки немножко там объемные, да, тогда вот здесь можно будет. Объем освобождать немного. Иван, вот или еще? Как долго. Ну, то можно как-то творится. Уже все равно. Нет, ускорять не надо, все нормально, мы не обращаем внимания на такие комментарии. Так, все, я беру эту резинку. Вот. Вы, кому удобно, берете любую другую резинку обычную для жизни. Просто заделываем хвост, да? Да, делаем хвост высокий. Я вставляю невидимку прям вот в кучу, которую держу. И начинаю обматывать вокруг хвоста. Угу. Вот так вот делаю, 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 делаю. И опять вставляю невидимку. А вот такую здесь вообще, да, не пойдет? Я вот такую мягкую делаю. На самом деле ее, она не просто плохо будет держать. Понятно же, что хвост в домашних условиях тебе удобно так делать. Но мы говорим о стойком пучке, да, который не развалится все же. И поэтому тогда нужно делать с тугой резинки. Теоретически можно, она может использовать с тобой как некий объем для хвоста. Знаешь, если хочется, чтобы он больше шишечка была, то можно подклеить в ледную резинку и вокруг нее уже заматывать хвост. Понятно? Угу. Но в любом случае сначала основу крепкую нужно. Вот, у нас, девчонки, крепкая основа, да. И теперь мы берем, значит, и начинаем, берем плоскую расческу. И начинаем начесывать наш хвост. Предварительно мы можем тоже воспользоваться либо пудрой, да, о которой я говорила, прикрытой, либо мы можем взять лак. Берем лак, обычный спрей. Брызгаем на внутреннюю часть первой пряди. На внутреннюю? Это куда? Сюда? На внутреннюю, внутри. То есть мы делаем внутренний начес. Смотрите, близко, пряди уже не брызгаем, чтобы не вот так вот было. Все же расстояние 10-20 метров. Угу. И начинаем, берем плоскую расческу и начесываем. Вот такими движениями, медленно. Нифига, чем туда-сюда, а просто вниз, 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 вниз. Да? И оставляем. Ого, как у тебя круто получилось. Для этого, чтобы, да. У меня что-то не начесывается. Марин, посмотри, для этого прядь не должна быть слишком толстая. Мы должны по тоненьким прядям брать. Да, ты большой хвост делаешь. Хоча? Да, то плоскость, он тоненький должен быть. Да. Брызгай. Угу. И сейчас. Вот, вот. Да, немножко отпускай волосы, чтобы они заходили. Вот. Мне кажется, уже хорошо. Да. Супер. Сюда, вперед, вперед. Вперед волосы пускай. Да. Смотрите, детонки, еще очень важно на самом деле, какая расческа у нас будет. Есть расчески, которые такие скользкие. Она должна быть, выглядит, о, ума, щекули такие уже. Она должна быть немножко такая, чуть матовая. За счет этого она будет создавать вот это трение с волосом. Если она будет супер гладкая, то она будет пропокальзывать, и вы никакой отчес не сделаете. Ни в коем случае не имейте расческу, у которой вот эти зубчики прям такие между еще есть. Такая зубчика. Она просто начешет вам так, что вы будете распутывать и скажете, блин, Ксюша, чему она лучше просто? Отделать ее вот в расческе, на самом деле. Понятно? Так, берем дальше. Опять отделяем. Вот эти хвостики можно отделять. Если тонкий волос. Конечно. Это на самом деле придет любым волосам. Здесь вопрос, насколько туго вы этот пучок потом соберете. Если вы не будете сильно затягивать и оставите этот объем от начеса, тогда у вас вообще можно такой пучок сделать. Здесь не обязательно туго затягиваться. Так все пряди? Да, и так все пряди. Единственное, то есть получается, последнюю, то есть первую прядь и последнюю мы зачеркиваем внутрь. Первая внутри, а последняя тоже внутри. То есть понятно, да? Как будто внутри начесано должно оказаться, получится. Нет, непонятно. Вот смотрите, у нас прядь идет. Прядь, 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 прядь. Первая прядь, которую мы начесали, вот лицо наше. Мы начесываем внутри. То есть мы с внешней стороны начесываем. Внутри начесали, верно? Вот тут, внутри начесываем. Ну. Дальше. Мы начесываем, 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 а последнюю прядь мы будем начесывать с внешней стороны. Окей, давай. Чтобы пучка была. Ксюша, ответь там, что? Да, да, да. Так, если тонкий волк, чтобы сделать пучок на такие же длинные волосы... Да нет, девочки, пучок реально можно сделать на супер короткий волос. Там главное, чтобы у вас забирался хвост и еще часть волос. Просто даже может у вас быть 15 см, 15 см можно реально сделать хвост. На чистые волосы только термозащиту, масло не смываем. Нет, можно. Самое, чтобы у вас натяжелило, конечно, можно. После. Вы можете крем до, к примеру, да, потом термозащиту. Либо на термозащиту посушить. Если вы видите, что у вас сухие концы, вы добавляете еще крем из смываем. Кончики трогать? Нет, кончики не нужно. Трогать, не так скажем. Грубо говоря, натрить длины начесываем. Плитие медленно, но верно продвигается. Блин, ну у тебя круче начес. У меня почему-то так не начесывает. А это вопрос, это вопрос подготовки волос. Вот о том, о чем я говорю. Если мы готовим на термозащитное средство, оно, как правило, должно уплотнять. Есть средства, которые тяжеляют, их не нужно использовать. А есть, которые уплотняют. Либо если... Ну, когда у тебя волос, он пористый, он тебе должен хорошо над чем-то расчет. Да? Да, значит, побольше сделай лака, тем самым ты сделаешь сцепку с расческой, чтобы он шершавый у тебя получился. Угу. Либо, это еще может быть вопрос об лаке. Еще лак там может быть подходящий, так скажем. Лак вообще не мой. Лак это няня, но экстра-строн. Эх, четверка. Да, я знаю, что в следующий раз я тебе лаком приду. Это будет мой подарок тебе. Да, я лаком не пользуюсь и не знаю даже, когда его применять. Ну, вот на самом деле, да. Вот, начес. Блин. Ты начесала, а, Ксюш, блин. Это, ну, девчонки, вот многие не понимают о вопросах средства. Понимаете? Еще раз говорю. Вот это средство, кто, к примеру, на Кипре, ну, мы сейчас, пока мы закрыты, но потом, я вас молю, приобретите это средство. Это просто бомбическое оно, понимаете? Оно просто делает вашу волос такой и подготавливает, какой вам в том, с которым очень легко работать. Поэтому весь секрет средства. Вот все. Так, слушай, вот у меня осталась последняя прядь. Ее с внешней, да, вот здесь начес. Ну, внутри, да. Снизу был чистенький. Тоже этот, с лаком, да? Конечно, с лаком, да. Да, кстати, Оксан, действительно, не на дискотеку, но больше делали начес, а еще челку лаком вот так вот выставляли. Так, я тоже делаю последнюю. А вот последнюю прядь, ее тоже сюда вперед? Да. Сейчас, сейчас. Можно все уже назад. Шикарно. Так, говорим о красотках. Конечно, красотка. Конечно. Бесспорно. Покажите потом картинку этого средства, пожалуйста. Да, я покажу. Можете делать скриншот. Вот. Его можно купить, его можно купить на сайте beautydrugs.ru либо makeuptrendsport.ru Я могу потом скинуть, Марина, оповеститься. Ага. Или подписывайтесь на мой аккаунт, то вы много чего интереснее. Как у меня, Маргоша. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. И вы все будете в курсе, новых событий. Короче, смотрите. Смотрите, у нас получился такой лошадиный хвостик, так скажем. Да? Мы немного сверху почешем, не почешем, а вот чешем, чтобы он ровненький был. Чуть-чуть. Корректируем его, да? Если он слишком начесан, его видно, чтобы вот здесь начесок не было, чтобы он здесь гладенький был. Понятно? Ага. Мне кажется, у меня нормально. Нормально? Все, я просто не вижу тебя. Так, поехали. Так, 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 поехали. Что мы приехали? Давайте. Оставляем боковый хвостик. Возвращаемся к нашей челушке. И я рекомендую ее немного смотрите, что с ней сделать. Приподнять объем. И у кого вот здесь какие-нибудь заломы есть или еще что-то. Нам нужно вот эту часть подтянуть. Как это подтянуть? Смотри, вот берем утюг. Так. И сейчас ставлю и немного на себя и вытягиваю. И получается вот здесь вот такой объем мы делаем. Не до конца просто вот как бы здесь нам нужно просто подчистить эту историю. Опять я попрядочно беру, то есть не всю так скажем часть волос, которую я оставила. Опять беру, ставлю утюги на себя очищаю, чтобы на здесь все чистенько было. Это очень важно. От этого зависит насколько чисто это потом все будет выглядеть. Так. И самое главное брять улица, которая у меня здесь вообще как всегда и облачко. На себя и назад. Видите, она же блестит. Вот. И вот эта часть на самом деле очень важна, потому что она именно формирует наш внешний вид улица. И кому уже, если у кого здесь мало волос, так скажем, да, вот небольшой агент, ну хотя бы когда ты вытянешь, уже получается объем вот здесь. Вот это он сам стоит. А бочком повернись. Мне кажется, что я мало волос здесь взяла. Не-не-не, не переживай, ты можешь боком повернись. не-не, смотри, теперь ты можешь делать немножко лаком для того, чтобы сделать объем. Если ты думаешь мало волос, немножко лаком делаешь и чуть-чуть подчесываешь слегка. Слегка. Вот у тебя на самом деле, знаешь, почему у тебя, я вижу, у тебя расческа черт знает какая. А у меня да, она, смотри у меня какие зубчики, а вот ты близко подтяни камеру, а у тебя она просто у тебя пролитая. Дебильная? Это я у Егора взяла, у меня вообще нет такой расчески. Да, я поняла. Ну, то есть, знать разница в чем. Если короткая челка, девчонки, ну, тогда мы как-то опускаем вниз, вообще с челками это отдельная история, их нужно вдоль лица опускать, вниз, вот здесь опускать немножко пряди, отпускать, чтобы она челка слилась с волосами у лица немного. Вот. Все. И вот здесь мы закалываем. Чем? Невидимкой? Да, невидимкой. Получается, в одну сторону невидимка, и с другой стороны в кресло, в другую сторону. сейчас покажу. Так. Так. Часами надо вытянуть у корней слоями. Марина, часами. Надо вытянуть у корней слоями. А что у корней? У нас же там хвост у корней. Какими часами? Часами надо вытянуть у корней слоями. Я два раза разделила штуки. Так, закалывать невидимками, да? Вот, я прям близко к хвосту делаю. Оп. И чтоб крепко у нас было с другой стороны в кресло делаем, чтобы на киеве. Вот. Тогда у нас крепко будет. Короче говоря, вот эта история, вот эта история, это все формирует наш объем. Смотрите, если у вас высокий лоб, то есть, соответственно, мы объем это делаем меньше. Что-то у меня не очень, смотри. Мочком. Вот здесь как будто мало это. А тебе нужно аккуратненько расческу взять и немножко, то есть, получается, видишь, у тебя отопырены эти части, как будто... А, все, я поняла, да. Тебе нужно их вот соединить с общей массой. Если вот тут сильный провал, у меня тоже появляется. Короче, вот тут, смотрите, прям мы сейчас прям с этим объемом подтягиваем немного объем, чтобы у нас вот здесь объем слился с этой челкой. Поняли? Вот, видишь, здесь это дырки не должно быть. Наоборот, пальчиком вытягивай из хвоста волоса. Поняла? Ну, примерно, поняла. Так. Вот, мне кажется, более-менее, да? Да, 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 да. Вот тут, смотри, вытащи вот здесь в этих местах руками, пальчиками. Вот здесь? Да, волосы немножко у себя. Объем, да, молодец. Поняла? То есть, как бы все это можно контролировать, весь объем на своей голове. Берем хвост, так аккуратненько пользуемся нашими граммиками, нашими родными. И я начинаю закручивать. И уже стараюсь выкладывать его. То есть, как бы здесь можно его крутить, как и смотреть, чтобы он красиво вставал. Так, завернули. Сейчас, секундочку. У меня это сразу обычно не получается. Так, и сразу фиксируем, потихонечку берем шпиль. Ксюш, а вторую часть вот это тоже заворачиваем? Да, стой, 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 подожди, поэтапно заворачиваем, подожди. Фиксируем. Сначала что фиксируем? Первую часть? Да, шаги фиксируем. Немножко завернули, зафиксировали, завернули, зафиксировали. Шпильками большими. Если нам нужно прочесать немного, прочесываем. Он меня правильно торчит? Да, ну ты всегда можешь поправить свою тор... свой пучок. Сзади раз, зафиксировали. Тоже. Так, и здесь уже контролируем вопрос и убрали до конца. Мы можем такого плана делать. вот это тоже куда-то туда зашло? Прямо заводи и фиксируй. Мне хочется вот здесь чуть-чуть вытянуть. Вытягивай, все контролируем по своему ощущению. Самое главное, чтобы у нас она не разводилась, ответы можно фиксировать. каждый раз я делаю пучки, каждый раз они по-разному получаются. Нормальная история. Вот. И, естественно, мы фиксируем лак, ушки прибиваем. чуть-чуть, да? Чтобы у нас ничего не вылетало. Таких высоких пучков прикольно делать, подпучивать, таких запор сделать, вот сюда вставлять. Мне, знаешь, кажется, что я вот эту переднюю прядь взяла очень узенькую, и у меня теперь здесь вот как-то просвечивает. Ну вот нет, у тебя просвечивает получается вот здесь, вот у тебя вот здесь получается не хватает объема. То, о чем я тебе говорю, тебе немножко подвытащить из пучка волосы. Здесь тебя заужать сильно, вот ты немножко заузила, да, вот тут получается? Да. вот нужно подвытащить, прямо хочется мне сейчас к тебе подойти, вытащить у висков слегка, вот здесь нужно контролировать. Поэтому мы сначала делаем хвост, контролируем объем у лица, какой нам нужен, да, а потом мы уже все закручиваем. В целом принцип такой, то есть высокий пучок, ну вообще всегда можно контролировать, как делать. Его можно более туго, если объемом волос позволяет, можно более объемно. Девочки, ну кроме лака ничем. Ну правда. Я вообще не понимаю, честно говоря, страх в лаке. Это же потом просто смывается обычно, да? А что, волосы портят лак? Ничего не портят лак. Это вообще такой миф, как из макияжа. Макияж портит кожу. Вот то же самое и с волосами. Лак он не портит. Он портит кожу, когда у нас руки, мы когда дерем свои волосы беспощадно и используем лак, который потом невозможно прочесать. Здесь вопросы лаки. И серии прелесть, голдвелл, который воняет, у которых лак заседает пушистый. Смотрите, еще на самом деле, если вы хотите, чтобы пучок в школе сглажный был, можно, если у вас объемный волос, если вы хотите тугой такой пучок, да, как модно, просто он не всем как а-ля Джейн Перлэд, не всем идет, потому что если голова пропорциональная, да, то круто там, а когда есть некий дисбаланс, вот у меня, я не могу сильно заусить, потому что очень странно я выгляжу. Короче говоря, можно использовать молочко с легкой фиксацией, просто на руках распределить его, хвостик обработать и уже его закручивать, да, он в листе не будет. Пушок есть, прибывают жидкие лаки, смотрите разницу, я сейчас начес делала, но сухой лак, и это важно делать на сухой лак, смотрите, он как легкий, это сухой лак. Это что, ты про что говоришь про лак, сухой лак? Лаки бывают разные, вот он, видишь, сухой, такой, воздушный, и он, особенно, он липкого эффекта не составляет на руках, а есть жидкие лаки, которые струей немножко дают, и сразу вот влажный он, вот, видно, вот, такие лаки, они добивают, можно, вот, и он заклеивает, пушок, то есть, сухой лак, он сильно, пух, не приклеит вокруг, если пушок, и работает лучше жидкими лаками. Да, я поняла, Ксюш, мне нравится, ну, как бы, понятно, что здесь можно сделать чуть поаккуратнее, и чуть, ну, я поняла всю систему, мне нравится так, высокий, очень красиво. Да, девочки, волосы не портятся, волосы, я вам могу сказать, портятся от того, что у нас всегда эта окружающая среда, извините, да, пыль, и тому подобное, то, что мы не пользуемся масками, то, что мы ложимся с мокрой головой, то, что, я не знаю, мы просто тупо не питаемся ворты, это волосы портят, а лак, это сверху, мы же обрабатываем волосы с термосащитным средством, он уже такой обволоченный, получается, волосинский, сверху садится лак, он просто создает объем, он создает фиксацию, и вы все это аккуратненько смываете душу, он не может портить, тем более, я работаю эко-лаком, в том-то и делаю, понимаете? Слушай, а расскажи, какие лаки хорошие, чтобы вот, ну, у меня вот этот Вэлла, я так понимаю, дурацкий, да? Да, вообще, это, вообще нужно... Прошлый век, да? Да, прошлый век, можно вот здесь, что есть на Кипре, можно там Бэтхед взять, здесь я знаю, что Бэтхед кто-то продает, можно найти Бэтхед. Урбан Трайп, если заказывать, не полениться, заказать, это лучшее. Еще классное Орибо, Орбан, Орибо, Орибо, да, но он классный люкс, там с аромат, но он дорогой. лак, это, я, я, это приемлемый сегмент, это где-то 1400 стоит лак, а Бэтхед тоже где-то 1100, мне кажется, вот в такой категории. Что еще? Мерфи тоже многим нравится лак, он по своей фиксации в принципе хорош, но мне не нравится аромат, он такой тяжело, сладковатый, знаешь, как такие духи для взрослых женщин. Я очень нанос восприимчива, и мне сложно. А вот эти Орбан Трайп лаки, они очень приятные, то есть ничего внутри не оседает в носоглотке, ну как бы они суперские. Ксюша, а сделай какой-нибудь обзор с лаками и со средствами для горячей штучки. Да, да, да. Вот, что еще? Ну вот посмотрите, я сегодня тоже делала пост у себя про средства защитные, там я на некоторые ставила продукты в Крусселе именно защиту. Про лет, ты сделала про летние, да? про летние, про летние, про летние, про термозащиту я тоже делала, но я, нет, я еще не делала. Я подготовлю по-моему, про термозащиту и лаки, я сделаю, соберу продукты, которые, вот. да, смотрите, все правильно, так нужно делать всем, то есть я об этом и говорила, что мы отделяем челку, вот это примерно вот столько, да, площадь, и получается, мы не можем утюгом всю эту площадь сделать, потому что где-то получится залом. Мы эту часть челки мы делим на тоненькие прядки, так скажем, в шинцемезах, пусть каждая прядка будет, и каждую прядку вытягиваем, чтобы было все аккуратненько, все аккуратненько. Да, я поняла, но мне нравится, я поняла, как вот здесь просто сделать немножко по-другому, чтобы оно было, ну, заломами. Здесь нужно руку поставить, девчонки, сразу у вас не получится, если у вас сразу не получилось, вы не расстраиваетесь, вам нужно просто пробовать все время, самое главное понять принцип, как это делать, и все, на самом деле, все очень просто. Вот. Какие-то вопросы еще? Да, то, о чем я говорю, о продуктах, я говорю о тех, которые дают нужную фиксацию и не склеивают. Я не рекомендую другие лаки, поэтому я, на самом деле, очень много перепробовала, и раньше, знаете, чем пользовалась? Очень любила L'Oreal, и сейчас я уже годы три работаю на Urban Trimiter, и тут я решила попробовать, у меня остатки осталось, думаю, ну, надо попробовать, как-то под руку попалось, господи, во-первых, у меня все, все вы сразу порвали, это колоссальная разница, и он не дает того эффекта, который дают эти лаки, к сожалению. Слушай, но вот этот лак, он как это, уже грязные волосы, да, как будто получается? Да, конечно, он утяжеляет, не сдает грязный волос, он склеивает, у него после него получается налет, есть лаки, типа Шварцкоп, многие специалисты раньше, черный, синий, этот Шварцкоп пользовались, они все оставляют налет, грязный волос, и делают волос матовый, и блеск, леден лак такого рода не дает, получается грязный, матовый, какой-то с налетом волос, от этого зависит, конечно, любви, конечно, Слушай, от пушистости волос только лак от влажности? Нет, изначально мы готовим волос, сначала у нас средство, нам нужно волос подготовить, чтобы чешути изгладились, то, о чем я говорила, мы сушим на тормозащитные средства, и они же готовят его, изглаживают, да, вот, а потом уже, мы уже приступаем к приборам, ну, Как ты относишься к фирме Кевин Мерфи? Мне нравятся некоторые продукты, не все, мне нравятся очень крутые, питательные, фиолетовые, я, кстати, сегодняшняя обзор, она есть, обставляла, обалденная, сьос, не, забудьте, сьос, лайк мне не нравится, объяснила, потому что он слишком ядерный по запаху, мне он не нравится, я такой очень на нос восприимчивая, мне нравится у них следство несмываемое, такое нежно-розовое, которое, как, ну, облегчает расчесывание, такой несмываемый спрей, флюид. Ксюш, сколько нужно времени на низкий пучок? Мы не успеем с тобой? Мы можем выйти и зайти еще раз, это вообще не вопрос, по желанию. Минут 30 нам нужно? Ну, да, потому что мы уже рассказываем. Давай, я просто не дома, я так хотела бы успеть это, ну, сделать, чтобы без шума, знаешь, все это, чтобы у нас так было тихо, а потом такая думаю, блин, а домой-то вообще надо попасть до 9, у меня оно как бы вообще не получается, и такая думаю, как бы мне сейчас дворами где-то там прометнуть домой. Ну, ничего, все нормально, уже как бы бесполезно, можем выйти и зайти. Сейчас эфир можно больше часа. Нет, на самом деле он заканчивается, он даст, ну, за две минутки. Больше часа нужно остановить, сохранить, и опять дойти, и тогда он выкладывается потом эфир за эфиром, а так он не больше часа. Ну, у кого-то уже есть какие-то обновления, и он не заканчивается через час. Да, поэтому, ну, окей. Так, давай тогда, может быть, это, мы распускаем, и заходим опять с распущенными волосами. Давай. Все. А, сохраняем, да? И заходим с распущенными волосами. Давай, окей. Хорошо. Хорошо. Продолжение следует...